Здравствуйте, товарищи! Сегодняшний выпуск передачи «Умная книга» правильнее было бы назвать «Красивая книга». В гостях у нас ленинградский историк-искусствовед Чистобаев Сергей Валерьевич. Сергей, здравствуй! Веду передачу я, Алексей Новицкий. Семен Ботвинников в свое время написал прекрасное стихотворение Ботвинников, извиняюсь, которое потом было исполнено в виде песни Георгия Моцим. Она называлась «Все доброе выстоит в мире». Там есть стихотворение, в этом стихотворении такая только четверостишья. «Пылают костры на планете, мой век не считает смертей, но вечно останутся дети, и книги для этих детей». Советская детская книга – совершенно особая часть культуры. Почему? Почему советская детская книга стала особой частью культуры? Наверное, потому что масса великих художников, и не только живописцев, санковистов, графиков, но даже и скульпторы, некоторые модельеры считали для себя очень интересным обратиться к такому виду творчества. Детская книга, во-первых, давала им большую возможность популяризации, потому что всегда в советское время, особенно послевоенном периоде, тиражи, так сказать, превышали сотни тысяч, иногда даже миллионы. Вот. И, так сказать, традиция эта, на самом деле, давняя. Фактически, где книги, к иллюстрациям книги, прежде всего, наверное, надо сказать, обратились французы на рубеже веков, конец XIX, начало XX века. И тогда великие, так сказать, не внушались, и, наоборот, были крайне заинтересованы. В книге работали такие мастера, как Матис, Пикассо. Вот. Я думаю, что это во многом повлияло. Наши очень часто оглядывались на Францию. Вот. Времена оттепели, в 60-е годы, когда наиболее ярко проявилось творчество наших художников, так сказать, после того, как репрессии, так сказать, времен Сталина были преодолены, они снова очень часто обратились, обращались к французам, и какие-то традиции французской книги, оформление, так, особенности оформления разворотов были использованы. То есть, я хочу сказать, что эта работа в книге художников – это очень давняя традиция. Это определенный вид творчества, который всегда был им интересен. Потому что книга, как объект искусства, некий ансамбль, где обложка, форезы, элементы оформления, так сказать, буквицы, заставки, шрифты создают какое-то особенное художественное произведение. Вот, наверное, основные причины. Ну, тот же самый Маршак говорил, что рисунок ближе всего соприкасается со словами книги для детей. И, собственно, ну, кстати, наша передача сегодня, поскольку она касается рисунка в детской книге, можно будет не только слушать, но и смотреть. Мы дадим определенный иллюстративный ряд. Значит, здесь получается следующая ситуация, что, да, были большие работы по систематизации этой детской книги. Вообще, был каталог Старцева, да, но никто не брался на себя систематизировать иллюстратора. Правильно я понимаю? Иллюстраторов детских книжек. Особенно послевоенных. Ну, да, хорошо, что вспомнили Старцева. Старцев занялся этой работой еще до войны. До войны у него вышел первый большой биобиблиографический справочник по детской книге советской 1917 года, вот, который он довел до 1931 года. Да и потом пошли продолжения с 1931 года до войны. И потом они выпускали уже в послевоенный период иногда до двух-трех лет в одном томе. Всего они выпустили 18 томов до смерти Старцева в 1984 году. Потом продолжили его, так сказать, ученики-сподвижники. Дело в том, что, да, они сгруппировали всю детскую книгу, которая издавалась в стране, значит, по авторам, разумеется, по алфавиту авторов, но там были указатели, разумеется, и мы пользуемся этими указателями и о художниках книги, да, которые можно найти. Но всегда в основном считалось, что главный автор, поэтому по алфавиту авторов все было систематизировано. Они, к сожалению, в 1984 году выпустили последний, там должны были сделать в конце 80-х очередной, но уже вот это им не удалось. Вот. Значит, потом очень большое подспорье, на самом деле, где много все-таки есть художников книги, это издание Вольценбурга, который был хранителем библиотеки Эрмитажа, и который подготовил гигантскую картотеку, биографический словарь художников народов СССР, где и художникам книги уделялось изрядное место. Проблема в том, на самом деле, что там они, конечно, не выделены, там просто тоже опять они идут все по алфавиту, вот. И там нет информации о тех изданиях, которые вышли. У Старцева есть информация об изданиях, но, например, он, к сожалению, не брал, например, книги Ширмы, они там у него не учтены, или некоторые книжки небольшого размера или с вырубками, потому что он считал их не книгами, а игрушками. И сейчас их также считают игрушками. Ну... Да, их также считают игрушками, по крайней мере. Ну, мы считаем игрушки, но моя-то задача была на самом деле, хотя у меня вот издание, которое мы подготовили, называется «Художники детской книги», и рассказывает оно о детской книге, вот, все-таки первым в этом названии стоит слово «художники». Поэтому в это издание были взяты те, кто работал в детской книге, но рассказано прежде всего о них самих. Сюда, конечно, включены все их работы, которые были сделаны в книге, но включаются также и работы, которые они делали вот для книжек-игрушек, которые они делали для детского плаката. Не для взрослых книжек тоже. Иногда даже, так сказать... Понимаете, дело в том, что очень растяжимое это понятие детское. Если взять школьную программу, то Шекспир – это уже, так сказать, вроде... А школьники – дети или нет? Вроде как дети. Да, Шекспир Байрон в школе изучается. В школьной библиотеке, которая выпускала издательство «Детская литература» в прошлом веке, опять же, есть ведущие классики европейские. Там мы можем увидеть Вальтера Скотта, который вообще изначально писал свои романы для взрослых. Как и Дюма писал для взрослых. Как и Дюма писал для взрослых. Она на 20% больше. И продается в Доме книги «Москва» завернуто в пленку и написано 18+, потому что там не убраны те сцены, которые для взрослых. Адаптация, конечно, какая-то была. Адаптация какая-то была, но все равно некоторые вещи, которые действительно были написаны для взрослых, потом были... Может быть, Робинзон Крузо тоже достаточно сокращен. Гулливер тоже ведь все-таки достаточно. Разные переводы. Да, все они выходили в издательстве «Детгиз». Для взрослых было в академии. Для взрослых академия, для детей «Детгизовская». Разный перевод франковского или чеховского, например. Ну, я-то на самом деле начал с того, что действительно то, что делаю я, немного переходит рамки, которые могут показаться, что они существуют, обозначенные в заглавии. Действительно, так сказать, речь идет о художниках детской книги, но в рассказе о их творчестве помещаются материалы и сведения о них, как они себя... Потому что были скульпторы, я уже говорил, да, были модельеры у нас тоже, да, были люди, которые вообще сделали, может быть, одну книгу. Понимаете, работала там главным художником дома моделей московских. Сказали, вот интересно, как раз надо сделать книгу о одежде детской. Сделали детскую книгу, да, надо сделать иллюстрацию. Случаи разные. Мы стараемся... Вообще, на самом деле, когда встает вопрос о том, включить ли какой-то материал или не включить, вот, когда идет речь о выборе критериев, всегда принимается решение лучше включить. Лучше пусть будет, чем не будет, потому что кто знает, будет ли предпринята когда-нибудь другая подобная попытка и какой-то материал будет ли включен или нет. Лучше включить сейчас. Итак, какая концепция этого издания? Концепция. Значит, моя задача была основная – постараться ввести в научный, в художественный оборот огромное количество работ художников, да, вот детской книги, которые работали в прошлом веке. Период у нас рассматривается с 1945 по 1991 год. Почему этот период? Вот, кстати, сразу я скажу, что по той причине, что все-таки раньше как-то более популярно и до сих пор, может быть, интерес проявлялся и звучало это все. О детской книге более ранней, довоенной, 20-30-е годы, «Авангард». Но о них достаточно, на мой взгляд, уже было количество публикаций. А как раз именно послевоенный период до 1991 года был менее исследован. Другое дело, что, опять же, если говорить о критериях, о подворе материала, если художник начинал работать до войны, такие как Владимир Васильевич Лебедев, Канашевич, например, Юрий Алексеевич Васнецов, то включаются, может быть, в достаточной полноте, но и их работы, которые до 1945 года, которые как бы выходят за рамки, предложенные, так сказать, в этом издании, для того, чтобы показать ретроспективу, с чего художник начинал, какие вещи у него были разные. То есть, еще раз подчеркивается, что справочник этой энциклопедии – это рассказ о художниках, прежде всего, да. А вот все, что касается обозначенного на обложке периода, с 1945 по 1991 год, вот тут включается все. Точно так же и для тех, кто еще, слава богу, жив-здоров и продолжает работать, включаются, показываются какие-то книги и после 1991 года, чтобы показать, чем художник занимался впоследствии. Те, кто начинал в период с 1945 по 1991, показываются иногда некоторые их вещи, да. Но вот этот период показан максимально полно. Работают, так сказать, прежде чем началась верстка первого тома, работают и предварил 20-летний сбор материалов, изданий. Основная опора – это все, прежде всего, сами книжные издания, которые, так сказать, изыскивали, собирались, сканировались, к ним писали подписи, и только после того, как было подготовлено и обработано, и атрибутировано около 160 тысяч изобразительных иллюстраций материала, только после этого, в 2016 году, началась верстка первого тома. Параллельно шла работа с самими художниками, с наследниками, сбор материалов биографических, они присылали уточнения, присылали фотографии свои, так сказать, выбирали, что просили там что-то. Иногда сложные моменты, бывали часто споры, что некоторые говорили там, например, частое очень явление, когда говорят, ну, то, что я рисовал там в 60-м году, это уже все не то совсем, сейчас вот я как раз достиг совершенства и так далее, ну, приходилось объяснять, что книги ваши хранятся в Ленинской библиотеке, в РГДБ, в РНБ, поэтому, так сказать, наша задача сделать справочник, задача справочника – это полнота, поэтому постарались максимально уговорить всех, что надо включить все, что они сделали, так сказать, за свою творческую жизнь. Какой объем в итоге получился справочника, или точнее, получается? Получается. Ну, на самом деле, когда уже много чего собрано, предельно ясно становится, во что это все выливается. Вот у нас вышло на сегодняшний день первые пять томов, в которых, значит, разместились по алфавиту художники на букву А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. Сейчас идет работа над шестым томом, куда войдут буквы ИК. Вот. Таким образом, в общем, на сегодняшний день можно сказать, что половина пройдена, а осталось еще половина. Осталось еще половина. Всего должно быть 12 томов. И каждый том почти тысяча страниц большого формата. Каждый том, да. Я вот показывал, что каждый том примерно, так сказать, да, в тысячу страниц. В тысячу страниц каждый том, и вот от четвертого формата. В каждом томе в среднем помещается где-то, наверное, от 300 до 400 художников, их произведения. И порядка от 10 до 11 тысяч изображений их работ. 11 тысяч изображений работ. Мы покажем сейчас несколько этих. Да, как оно выглядит. Как оно выглядит внутри. Ну, это разумно, разумно. А, Сергей, вот ситуация какая? Ведь как так получилось, что в послевоенный период, в довоенный тоже, но в послевоенный это разцвело в полный рост, так скажем, да. То есть, огромное количество абсолютно узнаваемых по стилю блестящих оформителей. Причем не только в Москве, не только в крупных городах. То есть, мы можем найти совершенно добротную книгу не только в столицах. Ну, конечно. Масса издательств небольших, региональных. На самом деле, во-первых, очень многие из окраин приезжали учиться, прежде всего, да, все-таки в Москву, в Ленинград. Поэтому, так сказать, школа все равно, мне кажется, в основном наши были центральные, да. Потому что, как наши смотрели в начале 60-х годов, что там делается в Польше, когда выходил журнал «Польша», ни на что не похоже, да. А Польша, так сказать, смотрела, опять же, на ту же Францию, да. Опять же, был популярен там Банар или там Рауль Дюфи, которых, так сказать, носили марке в Петербурге, в Эрмитаже он встречали перед войной. С таким восторгом. Ну, вот. Точно так же потом и в регионы поехало новое слово об искусстве книги, о новом оформлении. Другое дело, что толчок должен был откуда-то идти. Он, конечно, пошел. Но местные художники, да, вот в Ташкенте, так сказать, целая плеяда интереснейших. В Сибири очень масса. Иркутское, восточно-сибирское книжное издательство. Надо сказать, что в прошлом веке издательств было в сотни раз больше в стране. Даже если брать российскую только федерацию. И культура книги была выше. В каждом городе и культура книги была, конечно, на должной высоте, потому что традиции, конечно, были замечательные, да. На самом деле к искусству книги относились, можно обратить внимание, да, особо. И подход был достаточно серьезный, потому что вот люди, например, понимали, что совершенно разные вещи, книжная иллюстрация, какая бы она ни была, там, станкового типа, так сказать, например, полосная иллюстрация, или это делался какой-нибудь разворот, как это вот в начале 60-х годов было популярно. И совсем другое дело, например, это вот обложка, форзица, титульный лист. Очень часто мы можем видеть в книгах 50-х годов, в конце 50-х, в начале 60-х, когда, например, всегда указывалось, что иллюстрации одного художника, а оформление, например, совершенно другого. Потому что они понимали, что обложка, особенно если речь шла о твердом переплете, да, это совсем другое. Это не иллюстрация, тушь-перо, там, или, так сказать, акварель, или что-то такое. Это работа больше уже прикладника, декоративно-прикладного искусства. Поэтому, так сказать, это работа с материалом, работа с разными фольгами, со штампами, с конгревами, как оформлять обложку. Их занимался часто очень другой человек, не тот, кто иллюстратор. И в книге указывалось, что вот кто иллюстратор, кто, значит, делал все оформление. Оформление линии книги – особая задача. В общем, потом в дальнейшем как-то это все нивелировалось. И сейчас, наверное, последние 30 лет. Тот, кто делает внутренность, тот делает и наружность. А вообще, собственно, Великая Отечественная война советского народа как повлияло на детскую книгу? Ну, во-первых, надо не забывать, что после того, как в конце 30-х годов постепенно поставили крест на авангарде, не только в детской книге, но и вообще в советском искусстве, когда, так сказать, популярны снова стали и поощрялось только произведения соцреализма. Если говорить о тех художниках, которые работали для того, чтобы, так сказать, не подвергнуться репрессиям, в основном все перешли, конечно, в ту манеру исполнения. И, кстати, как раз в 40-е, начале 50-х годов работали некоторые столь одинаково, что даже сложно отличить, на самом деле. Если, например, говорить о уже 60-х годах, там была целая плеяда, которая, если достаточно посмотреть на любую работу и сказать, что это там за художник, да. Опять же, так сказать, да, вот Васнецов, Кочергин Николай Михайлович, вот вспоминали Генриха Валька и так далее, они узнаются сразу, да. В 40-е-50-е годы Тушперов в основном иллюстрации достаточно все близкие, похожи. Вот. Ну и, разумеется, средств особых не было в военное время, поэтому, так сказать, и бумага не самого высшего качества. Все изменилось, конечно, после Победы, потому что, как раз, наоборот, был колоссальный взлет качества исполнения детской книги. Было вывезено, мало того, что оборудование полиграфическое немецкое, которое было архисовершенным на тот момент, наверное, лучшим, вот, была вывезена бумага великолепная, немецкие краски великолепные, да, и как раз вот можно посмотреть периодики тех времен, вот, конец 40-х годов, начало 50-х, журнал «Мурзилка». Совершенно феноменальный. Да, выходил великолепного качества, конечно, но и мало этого, те предприятия, которые остались в Германии в то время, да, они тоже были поставлены, задача им была поставлена обеспечивать полиграфическое исполнение заказов из Советского Союза. По репарации. Тогда качество было хорошее. По репарации. Но, несмотря на это, в военное время все-таки много чего сделали, конечно, и тематика была соответствующая. Выходили книги, посвященные Дмитрию Донскому, Куликовской битве, Александру Невскому, разумеется. Были рассказы о военном времени, которые потом продолжались издаваться и в 60-е, и в 70-е годы, но уже во время войны много чего это было сделано. Много чего было сделано. Исполнение было достаточно лаконичное, простое, но все равно это сопровождалось иллюстративным материалом. И, конечно, мы, так сказать, когда встречаем какие-то подобные работы, они все обязательно в наш справочник и энциклопедию включают сюда. Рискую навлечь на себя гнев конкретного искусствоведа, но скажу следующее. Как мне кажется, если мы берем детскую книгу, социалистический реализм – это лучшее, на чем можно воспитывать пока неподготовленного читателя. Для того, чтобы хорошо воспринять искусство, даже это тоже авангарда, даже, так скажем, стилизацию какую-то, мне лично кажется, что или каликатурный стиль должен быть для ребенка, в зависимости от характера, или социалистический реализм, а более абстрактное искусство, на подготовленного читателя. То есть, очень часто замечательные детские художники рисовали замечательную детскую книгу, но рисовали они ее для взрослых. То есть, только взрослый человек может по-нормальному воспринять этот продукт. Назовем так – продукт. Да, нет, дело не в гневе. Дело в том, что я, Алексей, я вот не… В общем, короче говоря, я не знаю, что такое социалистический реализм. Это, наверное, странно прозвучит, для меня это совершенно непонятно. Ну, понимаете, был стиль модерн, да, который, так сказать, ставил крест на салонном искусстве прошлого, он был достаточно передовым в то время, да, появился вот авангард, совсем другие задачи решались, вот. Во многом подтолкнула революция появления советского авангарда. Потом возникла ситуация, когда вот такое вот передовое власть придержащим оказалась не сильно нужна. На самом деле это была колоссальная политическая ошибка, я до сих пор не понимаю, как так произошло. Наверное, чисто человеческий фактор. Скорее всего, руководство страны не разделяло вот культурных ценностей, которые породила революция. Только в этом причина слишком примитивное мышление. Но они при этом не могли понять, что на самом деле очень разумно бы было как раз поддержать все новое передовое, потому что оно очень эффектно бы выглядело в новой победившей революционной стране и задавало бы тон всему миру. Надо было и поддерживать дальше. Но они решили, так сказать, вот откатиться на более давние какие-то позиции. Причем делали вот это вот откатывание на дальние позиции очень по-разному, очень по-разному. Вот вам приведу пример, так сказать, да, в восторге по поводу, так сказать, да, социалистического реализма. Знаменитая работа, знаменитая работа купания коней Пластова. Столько было восторгов. Так ее таскали по всем выставкам, так всем показывали в газете, в передовицах, в правде статьи Пластова. Если посмотреть на нее, это совершенно, так сказать, однозначный сезонизм. Это импрессионистическая работа до мозга костей. Как все, что не сделано, крупные мощные мазки, никакой детальной тщательной проработки. Почему никто не сказал, что это, что же вы тут это самое, идолопоклонничеством перед Западом занимаетесь? Почему так это произошло? Повлияла тема, трудно сказать, в каждом случае это по-разному. Там красноармейцы купают вот коней, поэтому, может быть, скорее, ну, так это же хорошая тема, как же мы можем... Там школа Грекова была же целая, да? Ну, конечно, ну и что же, да. Что такое соцреализм? Я думаю, что его понимали, скорее всего, ближе всего к этому термину, это, скорее всего, передвижники, несколько сглаженные академизмом и салоном. Скорее всего, вот это подразумевается под соцреализмом. Ну, по большому счету, их можно назвать передвижники сталинского времени. Ну, потому что вот как-то надо определить, что это за вещи. Потому что потом был, так сказать, опять же в живописи импрессионизм сильно превалировал, понимаете? Потом возник такое понятие, как суровый стиль времена Леонида Ильича Брежнева, тоже определенное направление, да? Если говорить о 60-х годах оттепели, так сказать, совсем другое, понимаете? Что такое соцреализм? Огромный период, на самом деле. С 17-го по 91-й год. Столько разных направлений, столько разных художников. Даже потом, опять же, нон-конформизм появился. Все это вместе называть как-то одним каким-то советским искусством, даже странно. Просто потому, что оно слишком разносторонне. Слишком разносторонне. То, что, Алексей, вы называете соцреализмом, да? Я думаю, что, скорее всего, имеется в виду манера, близкая к передвижникам. Да? Ну, наверное, да. Наверное, да. Да, потому что оно, так сказать, да, было передовым на тот момент на фоне салонной академической живописи. Да. Поэтому, так сказать, в то же время достаточно реалистично изображало. Наверное, для детей не так и плохо. Не так и плохо, разумно. Были случаи, когда, например, художники старались подражать уже позже, много позже. Детскому рисунку старались сделать какие-то примитивы. Но это никогда не находило отклика. Как, откровенно говоря, у детей не нашло большого отклика и авангардная книга довоенного. Вовсе нельзя сказать, чтобы она была чрезмерно популярна. Точно так же и когда примитивы, какие-то подражания детскому рисунку стали попадаться в детской книге. И ребенок это, конечно, мало понимал. Он думал, боже мой, такие каракули я сам рисую. Мне надо, чтобы, если уж художник рисует книгу, он должен быть настоящий художник. А раз он настоящий, то он должен рисовать так, как и мне близко не удастся никогда. Да. Поэтому определенный позитивный смысл. Вот мы вспоминали сегодня «Мурзилки конца 40-х». Начало 50-х годов, где работали много талантливых мастеров. Там, конечно, стиль ближе к передвижническому. Передвижническому. Но, опять же, если мы возьмем, например, «Центральное издательство», «Дергиз Дегтярева» – это особая категория. «Дегтярев» имеется в виду как главный художественный редактор. Это совершенно отдельная категория. По большому счету, этот стиль «Дергиза Дегтярева» узнаваем всегда. А если мы берем тот же самый «Детский мир», который потом стал малышом, то есть те работы, достаточно большое количество работ, именно часто оказывались работами для взрослых. Я не говорю, что они мне не нравятся. Я говорю о том, что… Да, понятно, что та большая статья художников-почкунов много чего изменила. Но реально, если мы говорим о книге для детей, то это просто действительно может быть сложно для восприятия. Может быть, да. «Детский мир», конечно, был самым мощным прорывом, наверное, вот со времен авангарда послереволюционного. Самые передовые работы издавались в то время. Ну, видимо, на самом деле, поскольку, опять же, власти это было не сильно нужно, именно поэтому проект «Детского мира» был достаточно быстро и свернут. Но, опять же, я считаю, что это книга для взрослых, скорее, делалась. На подготовленного читателя. На подготовленного зрителя в данном случае. Вот мое мнение так. На подготовленного зрителя? Да. Ну, интересно, интересно. Ну, на самом деле, как раз «Детский мир» подбирал художников, которым давал достаточную свободу. Тогда они стали действительно делать не полосные иллюстрации, как это было в 50-х годах, а работать сразу с целыми разворотами. Как как раз было, так сказать, популярно во Франции более ранние периоды, использовали какие-то их наработки. Ну, потому что все почувствовали свободу и решили, что можно, так сказать, творить лихо и по-молодецки, как угодно. Там, поэтому, персонажи бегают со страницы на страницу. Начинается действие на одной странице в нижнем углу, потом перетекает в верхний угол следующей страницы. Да, текст как-то вот пытается разместиться между всем этим, что нарисовано. Но при этом все это получалось достаточно эффектно, органично, не вызывало никакого сопротивления. Но у них много ведь, все-таки нет игрушек, шли же, тоже. Те же... Опять же, книги Ширмы, хорошо, мы уже вспоминали сегодня, потому что все-таки это тоже книги, потому что по всем критериям, все, что там есть. Скрепление страниц совершенно неважно, по-большому счету, в четратку оно скреплено или одна страница к другой, так сказать, в виде Ширмы. Все равно там есть иллюстрации, есть текст, есть обложка, так сказать, это, конечно, несомненно, книги. Да, в книгах Ширмах очень интересно проявились многие художники. Я всегда радовался, когда они, когда художники используют особенности объекта, материала, обыгрывают именно ту данность, которая к ним попала в руки. Вот, если, так сказать, в книге сброшурованной, в тетрадках можно только за счет разворотов себя как-то проявить, книга Ширма, поскольку она растягивается, как правило, это восьмистраничная книга, восемь лицо, восемь оборот, можно сделать бесконечную длинную шагающую картинку, переходящую из страницы на страницу. И таких было много. Таких много было. Вот Володя Перцов делал книжку «Майская песенка», например, где шагают ребята с 1 мая, демонстрации, там едут грузовики, и все они продолжаются, и шествие это со страницы на страницу, перетекает, перетекает, перетекает. То есть, получается такой как бы панорама, плакат. Вот, опять же, книга, которая, кстати, вот тоже, мы сказали, не включена, была в справочнике Старцева, это книги, называют их книги с панорамной, с вырубками, которые делал ростовский комбинат. У них было оборудование, не знаю, сейчас они работают или нет. Да, это очень популярные книги, где были движущиеся элементы. Движущиеся элементы. Значит, открываешь страницу, и там какие-то персонажи были вырезаны, вставлены в специальные прорези, которые можно было пошевелить, и они, так сказать, какие-то действия совершали, звери размахивали лапами там или хвостами. Ну, игрушки, уже книжки. Все равно это в любом случае игрушки, но это все равно, конечно, все равно тоже книги. Книгами от этого быть не перестают. О том, что появляются движущиеся элементы, все равно это книга как есть. Так мы их и записываем в нашем справочнике. Книги с вырубками, с движущимися элементами, да. Но вообще труд составления такого справочника, как это по-некрасному, труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному. Ну, так дело в том, что все-таки людей много участвуют в этом проекте. Значит, есть, конечно, просто, так сказать, технические работники, специалисты, которые знают, как надо под печать обработать. Материал очень разносторонний, все-таки десятки лет. Потом мы включаем не только сами книги, печатные издания, но и иногда оригиналы работ, которые даем более в крупном размере, участвуют в этом проекте. Ну, прежде всего, надо было сразу сказать, что курируют научную часть Российская Академия Художеств, участвуют многие библиотеки, помогают со сбором материалов, это, конечно, и РГБ, Российская Государственная Детская Библиотека на Октябрьской, РНБ. Вот, анималистику интересную в детской книге хранит Московский Дарвиновский музей, который в каждом томе активно участвует, и списки художников мы им присылаем, они присылают, какие работы у них хранятся, и в этом томе, который сейчас вышел, опять много работ есть их. Потом, конечно, есть специалисты, которые помогают уточнять фактические данные биографии, занимаются сбором биографий каких-то редких региональных художников, которые сложно найти, это очень тяжелая поисковая работа. Есть редакторы, конечно, корректоры, а как же? Но вообще, на самом деле, ведь, опять же, если возвращаться к, собственно, именно феномену советской детской книги, ведь речь о чем? То, что мы видим, по большому счету, это ведь огромная витрина Советского Союза, ведь плюс ко всему. Даже вот возьмите, что там греха таить? Наши замечательные мультфильмы, ведь тоже были книги, которые, так и называлось, Бюро пропаганды советского киноискусства. Это серия фильм-сказка. Серия фильм-сказка, но они же не только на русском языке издавались. Нет, ну, дело в том, что, во-первых, не только вот упомянутые фильмы-сказки, а очень много советских детских книг переводилось на огромное количество языков мира. Да, и издавалось, так сказать, в тиражи отправлялись в десятки стран. Все это очень было востребовано, интересно. И сейчас, кстати, некоторые издания, которые мне тут сложно найти, нам присылали сканы, например, из Америки, потому что тираж, например, ушел весь туда, потому что он был на английском языке для американского заказчика, с нашими художниками, с тем же Васнецовым, с тем же Кочергиным. Очень много изданий было. Да, и там этот «Прогресс-Радуга» же наши тоже делал. Да, «Прогресс-Радуга» как раз на языках издавали эти книги, и они все в основном шли на экспорт. Причем они все были, так сказать, ну тут, поскольку без заказчиков данные вещи делать невозможно, но, разумеется, они все были сперва заказаны совершенно конкретными книготорговыми фирмами Европы, Америки, Австралии. Международная книга занималась. Международная книга, которая, да, наша книга была востребована в мире, и поэтому, да, на разных языках, даже сенегальский язык. Да, я видел, индонезийский, еще что-то. Да, индийских очень, хинди, разумеется, да, чего только нет. Очень много было самых невероятных, да, заказов, да. И, в общем, наши очень великолепно выполняли. Даже, я бы сказал, с точки зрения полиграфии, то, что выполнялось на экспорт, очень часто было по качеству все-таки немного лучше, чем то, что у нас на внутренний рынок. Называлось «экспортченный товар». Да, вот именно. Если посмотреть, например, серию знаменитую у Волкова «Волшебник изумрудного города», то на немецком языке она была издана на очень хорошей бумаге, с очень насыщенными красками, в клинкоровых переплетах и суперобложках. Да, тот же самый Владимирский, да, замечательный издание. Те же самые иллюстрации Владимирского, которые очень известны, да, которые выходили в Советской России на внутренний наш советский рынок, вот на экспорт они сделали более эффектный вариант. Советская детская книга. Достижение страны социализма? Ну, я думаю, что это, несомненно, очень большое достижение. И на самом деле, если бы задуматься над тем, почему такой феномен случился, почему такие действительно яркие вещи, такие яркие работы в таком огромном количестве, ведь дело в том, что мы насчитываем сейчас, примерно, конечно, примерно, но уже понятно по цифре, что достаточно точно, порядка 60 тысяч наименований произведений детской книги, которые вышли вот рассматриваемый период, с 45 по 91 год. Четыре тысячи художников, так сказать, по всей стране работали в этом направлении. Ну, я думаю, просто, во-первых, была идеологическая работа, серьезная, потому что понимали, что детей надо воспитывать, надо воспитывать должным образом, да, поэтому государство выделяло средства и на создание издательств, в том числе... Вектор правильный был. Региональный, да. Вектор правильный. Притательный момент крайне важен. Но дело в том, что еще в каждом конкретном случае очень сильно повлияло участие тех или иных людей, которые в нужный момент что-то поддержали, что-то хорошее, так сказать, как-то дали дорогу. Это уже просто на местах происходило дальше, как это все развивалось. Точно так же, как художники, почему они... Многие, значит, пришли в книгу, да, и которым дали возможность как-то себя проявить. Может быть, не было такого жесткого отношения, как книги взрослой. Да, очень многие же художники, особенно те, которые прославились в наше время, вспоминали мы тоже как раз, Эрика Булатова, Олега Васильева, Пивоварова, которые потом эмигрировали из Советского Союза и продолжили творческую деятельность свою за рубежом, Илья Кабаков, которые, так сказать, достигли достаточных высот и призвания, потом уже начинали в детской книге, потому что, так сказать, работать надо было, работать было интересно, хотелось как-то себя проявить. И платили хорошо. Да, и платили. Ну, и платили хорошо. И платили хорошо, да, и платили хорошо. Не, ну чего греха таить-то? Заботилось государство. Все лучшее – дети. Рассылки для детской книги были достаточно хорошие. Да, и в то же время нужно отметить, что и интерес культурной среды, библиотек, музеев был очень велик к тому, что создавали художники в то время. Когда проходили выставки художников-графиков именно книжных, то это, значит, Союз-Худфонд сразу делал закупки, сразу Третьяковка делала закупки. Во многих крупных музеях собраны значительные коллекции оригиналов, работ художников, работающих в то время в детской книге. И причем тоже, да, действительно, я почему-то вспомнил, что оплачивалось это совершенно, так сказать, серьезно. Графическую работу ценили. Сейчас, кстати, выходит чудесный совершенно каталог собрания Третьяковской галереи, вот, и там в тома, которые посвящены графике или рисунку, можно увидеть, сколько там, вот, в том числе и даже современных, но и еще работающих художников, было в советское время уже приобретено. Интерес к этому был все-таки, да, всегда большой. Это утрачено? Утрачено. Это все хранится в нашем... Сама культура утрачена? А, сама культура. Прошло 30 лет, которые были непростые после 91-го года. Первые годы, конечно, по инерции что-то продолжало еще делать, но делается, да, что-то печататься, публиковаться. Но дело в том, что из-за того, что издательства на сегодняшний день частные у нас в стране, государство фактически деятельность их особо никак не регламентирует, не контролирует, нету на сегодняшний день каких-то там крупных государственных издательств, которые бы в своей издательской деятельности какие-то стремления, какую-то политику общую, цельную проводили. В основном то, что выходит на сегодняшний день, это, поскольку мы живем в мире капитала, это коммерция, это бизнес, издают то, что считают издатели, будет коммерчески оправданным, будет продано. Тиражи упали, конечно, на тысячи просто, потому что, скажем, были времена, когда какая-нибудь книга «Стойкий оловянный солдатик» с иллюстрациями братьев Трууготов издавалась тиражом 7 миллионов, понимаете? Сейчас хорошо, что если детская книга, которая уходит в московской, тонкая детская книга цветная, выходит тиражом, ну, пять тысяч, ну, дай бог, семь тысяч. То есть, в тысячи раз действительно упали тиражи. Это печально. Но, тем не менее, насколько я знаю, переиздают ведь старые книжки сейчас. Нет, ну, действительно, в последние 10 лет к этому обратились очень многие издательства, и московские, и петербургские, и региональные. Видимо, вот, по прошествии нескольких десятилетий, скорее всего, опять же, дело в том, что показалось коммерчески оправданным вернуться к переизданиям книг советского времени, именно потому что есть спрос. Поэтому коммерчески оправданным спросом этот они почувствовали, историю, и поняли, что, конечно, нужно снова печатать книги с иллюстрациями Васнецова, Лебедева, Канашевича, Кочергина и многих других, конечно, Богоевскую очень много выпустили недавно, Носкович прекрасно переиздали массу книг. Ну, я грешным делом надеюсь, что вектор государства, может быть, наивно надеюсь, изменится опять на воспитание и на созидание, на образование будущих поколений, и, может быть, мы даже еще при нашей жизни увидим, как зарождается новая плеяда. Я думаю, что история показывает, что никогда все-таки не бывает долго чего-то одного. Всегда, так сказать, да, диалектика учит нас, что что-нибудь происходит, не может быть, чтобы завтра было то же, что вчера. Иногда, конечно, вчера растягивается на годы и на десятилетия, но трудно же себе представить, чтобы к середине, например, этого века было то же самое, что сегодня, правильно? Поэтому что-то произойдет, что-то, несомненно, изменится. Да, 2020 год тоже должен закончиться. Здесь появятся движущие силы, которые, несомненно, повлияют на какой-то поворот в лучшую сторону и в отношении государственной политики с точки зрения книгоиздательства, конечно. И, разумеется, возникнет, будет порождена новая плеяда и хороших администраторов, организаторов, которые работают в детской книге. И после войны тоже было непросто, но постепенно все как-то поднялось. Да? Да. Главная была бы воля политическая. Ну, несомненно. Несомненно, Алексей. Сергей, благодарю за разговор. Желаю, чтобы это дело всей жизни было сделано, чтобы все 12 томов вышли и чтобы вечно остались книги для этих детей. Спасибо, Алексей. Спасибо. Будем работать. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»